Поздравляем с победой и с первой шайбой! Я знаю, что и в прошлом сезоне с тобой активно работали, и вот в этом сезоне на предсезонке много всего было. Но вот в чем была основная сложность? Основная сложность была только в принципе в себе, перестроиться немножко на взрослый хоккей, потому что где-то меньше бегать, там вперед и так далее, играть более системно. Как только начал на это обращать внимание, начал больше играть, получать больше игрового времени. С чем связываешь то, что на данный момент у тебя лучше показали полезности в команде среди защитников? Связываю с командной игрой, только я не один в этом, как говорится, виноват. Удачно так получалось, все партнеры мои молодцы и благодарен своей команде за это. Вообще, насколько тебе самому еще пришлось перестроить свой мозг, вот в плане, я не знаю, где-то сыграть авантюрно, да, можно в молодежном хоккее, на атаку еще что-то? А здесь кто на тебя, может быть, повлиял при этом больше всего? Сама игра на меня повлияла. Почему здесь тоже можно играть авантюрно, но просто именно в своей зоне этого поменьше, а в зоне нападения придумывайте, творите нам, говорит тренер, и забивайте головы. Давай об игре. Все-таки вот этот североамериканский стиль Кунь-Луня, насколько ты его прочувствовал на себе, потому что мощные нападающие, все лезут на пятак, насколько было непросто? Ну, сейчас практически все такие команды, все бегут вперед, ну, именно с Кунь-Лунем, да, было немножко, как сказать, некомфортно, они давят как-то неудобный такой соперник, вот лично для меня. Ну, в принципе, мы усумели подстроиться под них и навязали свою игру, и все получилось, все результат на табло. Насколько было важно именно вот такую победу одержать после того, как с Борисом вот так сыграли? Ну, очень важно, считаю, для нас, потому что неудачный старт, и я думаю, то, что еще и сыграли на ноль, это очень хороший плюс. Надеюсь, что, точнее, я знаю, что продолжим так же хорошо.